То скудненькое, то простое, а я вот знаете, вид вижу, как Бог любит Красногор, как Бог любит нас. Я смотрю, какие здесь наши благословенные церкви, как они живут, как они развиваются, как они растут, что они имеют. И я так думаю, вы знаете, ну грех, просто грех, не приходить и не благодарить Бога за то, что мы имеем, за такую благословенную церковь, за то, что такие у нас братья и сестры благословенные, что так Бог любит, заботится о нас. И я так думаю, что молитвенное служение, ну, хотелось бы, чтобы для всех было действительно правило. Это часик молитвы. У нас часик, ну, может быть, там чуть больше. Мы приходим, чтобы побыть час в молитве. Но помните, как Иисус, находясь в Ексиманском саду, и молился, и Он приходил к ученикам Своим и говорил, «Неужели вы не могли часик пободрствовать? Бодствуйте и молитесь. Бод немощно, но дух бодрый». И знаете, какие бы мы ни были уставши после работы, ну, приди, спеть один, псалом другой. Несколько слов благодарности Господу. И знаете, что происходит? Утомленное наше тело, оно сдается, соглашается с Духом нашим, и оно приобретает силы обновления от Духа Святого, Тот, Который с нами и в нас. И я вам хочу сказать, причины, может быть, уставшие сюда, казалось, труд молитвы должны еще больше устать, а наоборот, уходим после молитвенного собрания, бодрые, как на крыльях веры летим домой. Вы знаете, это делает Дух Святой. Поэтому Иисус и сказал, плод немощно, но Дух бодрый. Аллилуйя. Слава Богу нашему. Мы будем славить Господа, мы будем благодарить за все обетования Божьего, за все обстоятельства, за Его любовь, милость, за все благословения, которые извиваются в нашу жизнь каждый день. Просто скажи, каждый день. Каждый день Бог так любит и благословляет меня. Я приглашаю вас подняться в наши ноги для молитвы. Мы будем славить Бога нашему, благодарить, ибо Бог благословит. Вовек милость Его, Он любит нас, а родует. Отец Небесный, Святый Божий наш, склонясь с молитвью перед Тобой, мы благодарны Тебе за этот благословенный вечер, когда мы можем быть вместе, собраться, молиться, прибыть в общении с Тобой, ибо знаем, Ты здесь. Боже, Ты здесь. Твое присутствие, Твоя слава. Дух Святой здесь. Дух Святой здесь. Ибо Госфера, Ибо Волоха, Его благословение здесь. Бог с нами, чтобы благословлять. Кто приходит на это место, чтобы умоляться пред Богом, чтобы искать лица Господа, чтобы предстать пред Богом нашим и славить, благодарить, 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 благодарить. Ты дал нам жизнь. Ты благословляешь нас каждый день. Ты радостью венчаешь нас. Билостей Бог, Бог наш. Благ и Свои. Благ и Свои. Аллилуйя. Мы славим Тебя, благодарим Тебя. И в наших песнях мы воскримаем Тебя. И в славослое, и в самопельях наших мы величаем Тебя. Кто был, кто есть. Кто грядет, кто с нами. Кто сказал, не оставлю вас и не покину вас. Бог здесь. Он с нами. Он благословение наше. Ему слава, честь и хвала в собрании святых. А в очередь, Отец наш, Бог наш, Папочка Небесный, мы хотим благодарить Тебя. Мы хотим любить Тебя. Мы хотим служить Тебе. Мы хотим посвящать Тебе нашу жизнь и говорить. Господи, какие мы счастливы, что мы знаем Тебя, что мы Твой народ. Мы дети Твои и мы Твоя семья. И мы воздаем Тебе славу, честь и вся хвала Тебе. Богу слава, мы будем поклоняться Тебе и славе Тебя. Ибо Ты, Господь, благословляющий нас и любящий нас. Тебе слава, честь и хвала во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы будем славить Бога нашего. На служении пусть Твой народ пребудет с нами. На служении будем прославлять Тебя. На служении пусть Твой Дух пребудет с нами. На служении будем прославлять Тебя. Знаем, что когда к Тебе склоняемся, нас Ты все благословишь. Любовь Твоя, Господи, бесконечна. И милости Твоей, Господи, бесконечна. Дай нам каждое утро, каждое утро. Любовь Твою наш верный Бог. Любовь Твою наш верный Бог. Ты верный наш Господь, Господи, бесконечна. И милости Твоей, Господи, бесконечна. Любовь Твою, любовь Твою наш верный Бог. Ты верный наш Господь. Розоваю Тебя, Господи, за любовь Твою. А я, Господи, за бесконечную любовь Твою, великую милость Твою. И милость Твою, Господи, бесконечную любовь Твою. Только Свой, Ты достой всей славы и всей хвалы. И наши сердца сегодня откроют. И милость Твою, чтобы славить Тебя наш Бог. Потому что любовь Твоя велика. Она любит. И Ты мой чудный Бог снял. И ты не забил нас, Господь, прежде. И милость Твою. И я бил славу в Сыне Твою. И мы благодарим Тебя и славим Тебя Богу. За любовь и милость Твою. И мы прославляем Твое чудное время. И великий Господь наш. Мы прославляем, прославляем Тебя. Ты достоин всей хвалы. И мы поем Тебе, Господь, всю славу и всю хвалу. Бог, примету хвалу из нас нашего. Бог, но пусть эта жертва будет благоводна Тебе. И приятна Тебе, наш Господь. И сердца нашего. И достойный Господь наш. И достойный Господь Твою. Ах, любви. Прославляем Тебя. Прославляем Тебя, Господь. И мы поем Тебе всю славу, Господь. И Той День. И все славы и всех вам. Бог, Твою. Бог, Твою. И Наш Бог славы. И воспеваем Тебе всю славу, Господь наш. На сердец наших безумных нужных всем мужчин есть добрый. Аллилуйя! 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 Все земля холмит. Аллилуйя! Вся земля холмит поет, Лишь тебе наш чудный озер. И во всей вселенной нет, Кто с тобой сравнится с Бог. Ты превосходнее всего на свете, И нет подобного тебе. Ты наш Господь, Ты царствуешь во веки, Ты вознесем тебя в твоей. Небеса тебе поют, Святый, святый, Вся земля тебе поет, Достоин ты. Все творенье воздаёт, Тебе хвалу Господь, Благословен наш Бог, Творец Его. От престола твоего, От престола твоего, Течёт поток живой воды, Для народа всей земли, Для народа всей земли, Сияет свет твоей любви. Своим присутствием покрой всю землю, Пусть свет прольётся в жизнь людей. И все народы преклонят колени, И вас поют, Хвалу тебе. Небеса тебе поют, Святый, святый, Вся земля тебе поет, Достоин ты. Все творенье воздаёт, Все творенье воздаёт, Тебе хвалу Господь, Благословен наш Бог, Творец Его. Небеса тебе поют, Святый, святый, Вся земля тебе поет, Достоин ты. Все творенье воздаёт, Тебе хвалу Господь, Благословен наш Бог, Творец Его. Вся земля хвалу поёт, Вся земля хвалу поёт, Лишь тебе наш чудный Бог, Ты во всей вселенной нет, Кто б с тобой сравнится смог, Ты превосходный, Ты превосходный, Всевосходный, Всего на свете, И нет подобного тебе, Ты наш Господь, Ты наш Господь, Ты превосходный, Ты превосходный, Ты превосходный, Вся земля хвалу поёт, Вся земля хвалу поёт, Достоин ты. Все творенье воздаёт, Тебе хвалу Господь, Благословен наш Бог, Благословен наш Бог, Творец Его. Благословен наш Бог, Благословен наш Бог, Творец Его. Благословен наш Бог, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты взял сердце мое, завоевал, пленил его, захватил ты всю жизнь мою. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Захватил ты с души мою, влюбляюсь в суши тебя, Иисус. Ты сам сердце моё завоевал, пленил его. Захватил ты с души мою, влюбляюсь в суши тебя, Иисус. Ты сам сердце моё завоевал, пленил его. Захватил ты с души мою, влюбляюсь в суши тебя, Иисус. Ты сам сердце моё завоевал, пленил его. Захватил ты с души мою, влюбляюсь в суши тебя, Иисус. Благословляйте ныне Господа, благословляйте все рабы Господни, стоящие в доме Господа. Благословляйте руки ваших святей, благословите Господа, и благословите тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю. Благословляйте тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю. Благословляйте тебя, благословляйте тебя Господь, Благословляй Тебя, Господь, всеми Своими благословениями! О, Иисус, мы счастливы! Мы счастливы будь благословения Твоего! Мы влюбляемся в себя все больше и больше! Иисус! 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 Спасибо Тебе, Господь, за сегодняшний вечер, в который мы можем собраться вместе и благодарить Тебя и славить за всю эту прошедшую неделю, за каждый день в ней, за каждое утро, за каждый вечер, за все Твои благословения, которые Ты пославишь за Своих святых небес, от Своего святого престола, от Твоего сердца, Господь, в нашу сторону! Каждому из нас льются и сливаются благословения! Благословения Твои они печали не приносят! Благословения Твои возвеселяют сердца наши! Благословения Твои исцеляют нас! Благословения Твои, Господь, возвеселяют сердца наши! Ты благ, Ты милостью, Ты праведен, Ты свят. Мы поклоняемся Тебе в этот вечер, когда мы стоим плечом к плечу, когда мы слышим голоса друг друга, когда наши голоса, наши молитвы, наша хвала, наше поклонение сливаются в один голос, в один шум, в одну славу, и это поднимается к Тебе, Господь. И на этой славе, на этой хвали, утверждается Мой престол. Ты восседаешь, святый, на славословии. Твой престол, Сижница, Твой престол на хвале, Твой престол на славе. В наши сердца, каждый из нас, мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе, мы славословим Тебя, мы благодарим Тебя в этот вечер, Господь, за все, за все. Мы славим Тебя, Иисус, славим Тебя, Иисус, славим Тебя, Иисус, славим Тебя, Иисус, все. Зав authors, поспешим нам, Господь, наполни нас Духом Твоим, святым, мы нуждаемся в Тебе, Господь, Ещё больше мы влюбляемся в Тебя, Ещё сильнее мы влюбляемся в Тебя, Ещё сильнее мы влюбляемся в чья из-за тебя. Слава Тебя, Слава Тебя, Измени меня, Сердце моё, Анна, бери, Благодать свою Ты ко мне. Я не верю. Я прошу Тебя, И что, как хочешь, видеть Ты, Измени меня, Свои силами, Свои силами. Пусть вокруг будет лишь любовь Твоя. Снею я становлюсь сильней. О, как я жду, О, как я жду, Чтоб расстроить крылья, Тобою быть виновным и следовать скорей, О, чудо Твоей. Я хочу с тобой, Я хочу с тобой, Я хочу с тобой, Обнови меня, Своей силой любви. Пусть вокруг будет лишь любовь Твоя. Снею я становлюсь сильней, О, как я жду, Чтоб расстроить крылья, С тобою быть виновным и следовать скорей, О, чудо Твоей. Пусть вокруг будет лишь любовь Твоя. Пусть вокруг будет лишь любовь Твоя. Снею я становлюсь сильней, О, как я жду, Чтоб расстроить крылья, Да бою быть бегом и следовать скорей Боли чудной Твоей. Да бою быть бегом и следовать скорей Боли чудной Твоей. Да бою быть бегом и следовать скорей Боли чудной Твоей. Буду превозносить Тебя, Божий мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален и величие Его в ней слепимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем. А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. Буду говорить о могуществе страшных дел Твоих. И я буду возвещать о величии Твоем. Буду провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою. Щедро и невостив Господь, долгодерпели бы благовелости им. Благ Господь ко всем и щедро Ты Его во всех делах Его. Да славят Тебя Господи все дела Твои и да благословляют Тебя святые Твои. Да проповедуют славу Царства Твоего и да повествуют о могуществе Твое. Чтобы дать знать сынат человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего. Царство Твоем, Царство всех веков и владычество Твоем во все годы. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех незвеженных. Почерь всех убывает на Тебя и ты даешь им пищу в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению Своему. Праведет Господь во всех делах, во всех путях Своих и благ во всех делах. Близок Господь ко всем призывающим Его и ко всем призывающим Его в истине. Желания боящихся Его Он исполняет. Моплик слышит и спасает. Хранит Господь всех любящих Его. Пуста мои изрекут хвалу Господню. И да благословляет всякая плоть, святое имя Его во веки и в веки. Во веки и в веки. Свят, свят Господь вulous have! И вся земля полна славы Господней, свят! Свят Господь в долго правилах! Рука Твоя не сократилась сегодня, свят! Свят Господь в announcements! И вся земля полна славы Господней, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он поддерживает всех падающих, Он восслабляет всех незверженных, И Его ругами сократила, чтобы поддерживать Тебя, Чтобы благословлять Тебя, Он любит Тебя, Он любит Тебя. Он обнимает Тебя, Он вмещает Тебя в сердце Своим, Он покрывает Тебя своим духом, Он заполняет Тебя святых душами, Он благословляет Васhoe dejоми, Благослови Господь и снял, снял Господь сам, рука Твоя и снял. Да славя Тебя, Господи, все милы Твои, да благословляю Тебя все святые Твои, всех, кого Ты рассветил словом Своим. Да благословляю Тебя, да благословляю Тебя всех, кто умыт кровью Иисуса Христа. Да благословляю Тебя все, чьи грехи прощады. Да благословляю Тебя все волшебные, кому не впредили грехи, кому прощады грехи. Да благословляю Тебя все святые Твои, стоящие в доме Респондия. Да славя Тебя, да привосносит Тебя, да благословляю Твое святое имя, Бог. Царство Твое, Царство всех веков, Царство Твое, Царство Вечное. Царство Твое, Царство Твое самоц. Царство Тебя, Царство Твоя, Царство Твои, paket AMG. Мы славим Тебя, мы славим Тебя, Иисус! Славим Тебя, Иисус, Славим Тебя, Иисус, Ты благой, Ты тельный и истинный. Буду говорить о Богуществе Твое, Буду провозглашать о благости Твоей И воспевать правду Твое. Царство Твое, Отцарство всех веков, Богущество Твое, Владычество Твое во все роды, Твоя рука над каждым из нас, я в Твоей руке, Мой брат, моя сестра в Твоей руке. Ты хранишь нас, Ты защищаешь нас, Ты благословляешь нас, Ты обываешь. Все наши грехи беззаконны, они покрыты. Кровь Твоя, она никогда не теряет силу, Иисус. О, мы святы и праведны, мы Твои. Благодаря благодати Твоей, Иисус. Спасибо Тебе за благодать Твою. Слава Тебе, Иисус. О, мы святы и праведны, мы не bö… Я найду здесь помощь, здесь так близок ты. Здесь стою, притрона, благодати и любви. Здесь найду я помощь, здесь так близок ты. Здесь стою, притрона, здесь стою, притрона, благодати и любви. Здесь найду я помощь, здесь так близок ты. Здесь стою, притрона, благодати и любви. Здесь найду я помощь, здесь так близок ты. Здесь стою, притрона, благодати и любви. Скажи, здесь найду я, Бог, здесь так близок ты, Бог славный, Бог сильный, Бог милости, Бог славный. Бог славный, Бог сильный, Бог милости, Отец к тебе приходит, с благодарностью устал, Поднимаем руки, отдаем наши сердца, Отец к тебе приходит, с благодарностью устал, Поднимаем руки, отдаем наши сердца, Бог славный, Бог сильный, Бог милости, Бог славный, Бог славный, Бог силный, Бог милости, Бог славный, Бог славный, Бог славный, Бог силный, Бог милости, Бог славный, 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 Благослови Господь, твердыня моя, Милость моя и ограждение моё, Прибежище моё, исповитель мой, щит мой, На Тебя уповаю, что есть человек, что Ты знаешь о нем, и сын человеческий, что Ты обращаешь на него внимание. Человек под ткновеньем, не его, как уклоняющийся день. О, Господь, предлони небеса Твои и сойди. Простри свызанные руку Твою, избав меня, и спаси меня. Новую песню Тебе воспринял, Тебе, нарующему спасение. Тебе, исповительное, Тебе, Богу славы, Тебе, Богу силы, Тебе, Богу милости, Тебе, единому, воздав славу свою, воздав славу мою, Тебе, единому, Тебе, единому, поет церковь Твоя слава, Богу силы Тебе, сила, Тебе, милости. О, Господь, наполняй нас Своей славой, и Богу силы, Богу силы, Богу силы, Богу силы, Богу милости. Богу силы, Богу силы, Богу силы, Богу силы, Благодаря, ельту, Ему раздавлю всю славу тебе. Ты сказала, что Ты свои славы не отдашь никому, Богу, которому мы говорим, что в нашей жизни всей славе достовь. Но только Ты, Господь, наш упование, только Ты, наша надежда, только Ты, жизнь наша. Мы благодарны Тебя, что до этого времени, до этого часа Ты помог нам. Ты Бог наш. И мы не перестанем провозглашать, что мы бываем только на Тебя. Ты великий и святой в нашей жизни. И вся слава нам принадлежит только Тебя. Мы благодарны Тебя за жизнь, которую мы имеем на этой земле. Господь, я знаю, что вся слава для Тебя только. Потому что Ты найдешь нас, Бог. Это Ты, Бог. Каждый день придавашь нас. Это Ты, Бог. Самое слава на Тебе. Я приглашусь, что ты великий и святой Господь. Ты великий и святой Господь. Ты святой Господь. Ты Бог свободен. Я приглашаюся. Все слава на Тебе. Я приглашаю тебя. И я приглашаю тебя. Все честное Тебе только для Тебя, Охенцы. Слава на Тебя. Слава Богу, можете присесть, я сегодня подготовила небольшое слово для вас всех. Сейчас вы можете посетить, но где-то не только недалеко. Я на этой неделе читала о одном царе. Этого царя звали Езекием. До того, как царь Езекиева царился, до этого был его отец Летонин, который не исполнял Слово Божьего, который не ходил, как в Библии написано, путями Давида и не поступал, как Давид. Он делал неугодное призначание Господа. И он рано ушел из этой жизни. Потом воцарился его сын. В 4 царстве, 18 глава, 3 стиха. Воцарился... 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он угодное в очах Господних. Во всем так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил тубраву и стрелил медного змея, которого сделал Моисей. Потому что до самых тех дней сыны Израилевы кодили ему и называли его Нехуштан. Они до сих пор поклонялись этому змею. На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он не был между всеми царями иудейскими, и после него, и прежде него. И прилепился он к Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповедь его, какие заповедал Господь Моисею. И был Господь с ним везде, куда он не ходил. Поступал он благоразумно. И отложился он от царя Ассирийского, и не стал служить ему. Нашелся такой один человек. Знаете, до этого времени отец его, он... Делал ему угодно перед отчаями Господнями. И вот вырос его сын. Знаете, обычно дети, конечно, они очень сильно похожи на родителей. Или если родители не служат Господу, они служат примером для детей. Но вот я в этой, знаете, ситуации, вот на этой неделе думала, знаете, и вот я поняла, что Бог, Он все во всем нашей жизни. И все, что Бог делает, мы не должны протириться и просто принимать все, как от руки Его. Знаете, этот царь, он делал угодно перед отчаями Господа. И когда ему было 39 лет, пришел к нему пророк, потому что этот царь заболел. И он говорит, ты не выздоровеешь, и ты умрешь. Ему было всего 39 лет, молодой человек. Тому, кому 70, те знают, что 39 — это самый разгар молодости. И он очень горько заплакал. Он говорит, Боже, я же делал угодно перед отчаями Твоими. Почему я должен умереть? И знаете, он искренне помолился Господу. Но ведь Бог, Он увидел дальнейшую жизнь этого царя. Он знал, как будет он жить, как будут жить его дети. И Бог, Он просто все во всем, Он видит нашу жизнь до конца. И Бог так определил в его жизни. 39 лет. Ну, может быть, год Он пожил бы еще на этой земле. И знаете, из-за того, что Он так искренне возвал к Господу, Бог говорит, я продлеваю тебе жизнь на 15 лет. Продлилась его жизнь. В эти годы, я думаю, года-то через три, Он родил, по тому, как мы читаем, родил сына. Что звали сына? Монасия, по-моему, звали сына. И так как, знаете, Господь продлил ему уже не жизни. И этот царь, Он не прославил Господа. И дальше пишется, что Он уже не был таким, как был Он до этого. Он стал гордым. Он не стал возвеличивать Бога в своей жизни. Он стал показывать царям, которые к Нему приезжали, как храм отстроился, какие богатства Он имел. Он гордился тем, что Он имел в своей жизни. И сын, который рос возле Него, Он видел, что Отец уже не поступал так, как поступал он раньше, что Он не делал умудрное при печали Господа. И знаете, Он учился у Него. Уже учился плохим примером. Этот сын вырос, и потом Он воцарился. Но до этого Господь разгневался на царя Езелью. Он говорит, ты не прославляешь Меня, ты прославляешь то, что ты имеешь. Ты восхваляешься тем, что ты имеешь. Знаете, Богу было это не угодно в его жизни. Я думаю, Господь все определяет в нашей жизни. Знаете, и мы, и я. Я думаю, что иногда бывает в нашей жизни, может быть, и у вас. И мы думаем, Господи, нам так хочется, чтобы было вот именно так, как мы хотим. Но Господь определяет у Него свои планы, и Он видит нашу жизнь дальше. Знаете, мы иногда думаем, почему так люди рано умирают? Господь знает. Мы как бы удивляемся. Я тоже иногда думаю, почему дети рано умирают? Но Господь знает. Господь знает жизнь дальнейшую и детей. Он знает, почему мы так сейчас живем, хорошо или плохо. Господь все знает, поверьте. Он все знает. И Он наблюдает за каждой ситуацией в нашей жизни. Вы знаете, Господу было так неприятно, что Он гордился не тем. Может быть, Он должен был восхваляться, Господь продлил мне дни жизни. Это Он мне дал жизнь. Я живу сейчас на этой земле. Но Он не восхвалялся этим. И Богу было неприятно, что Он гордился, что Он был такой богатый. И пришло... Я думаю, это там не написано. Я думаю, это пришло проклятие на дальнейшие роды в Его жизни. Манасия, Он уже отступил от Господа. Отец Его умер. Манасия отступила от Господа. Сейчас я хочу прочитать вам, когда пришел к нему пророк Киезейки. В 38 главе, с 9 по 10 стих. И так. Хорошо, я с вами слова не расскажу. 4-ое царство, 20 глава, 16-21. Пришел Исайя к Киезейкию и говорит, выслушай слово Господне. Вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. Из сынов твоих, которые произведут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворце царя Вавилонского. И сказал Иезейкия Исайя, благо Слово Господне, которое ты издрек. И продолжал, да будет мир и благосостояние во дни мои. Я вот тогда подумала, знаете, он говорит, благо, что ты такое издрек, но да будет благосостояние и мир во дни мои. Он еще в конце жизни как бы стал эгоист. Он не уже не думал о своих детях. Ему же было все равно. Хотя он еще был молод, ему не было. Знаете, лет восемьдесят, что ему все равно. И я думала над этими всеми словами, думала, как важно нам в наших молитвах говорить, Господи, да будет воля Твоя. Хотя иногда как бы так это все тяжело, бывают переживаемые какие-то трудные моменты в жизни. И так тяжело сказать, Господи, да будет воля Твоя. Но смотря на этот пример, я понимаю, что мы должны, как Иисус, так же всегда просить, но в конце Гавида, Господь, да будет воля Твоя в нашей жизни. Потому что мы думаем, для нас вот так будет самое лучшее. А Бог, он видит дальше. Но Его воля о нас, она всегда, Библия говорит, благая, угодная и совершенная. И Бог никогда для нас не хочет хуже. Только нам это так иногда кажется, что, может быть, Бог что-то захотел с нами сделать или в нашей ситуации сделать что-то. Потому что нам нравится, а Бог хочет что-то плохое сделать. Нет, Господь делает Его благо. Знаете, иногда Он людей молодых забирает с этой земли. Я знаю, что для того, чтобы душа была спасена, Бог раньше времени, раньше, может быть, определенных лет забирает. И самое главное, чтобы мы всегда, когда молимся, говорили, Боже, да будет воля Твоя. Я знаю, что в нашей жизни много всяких просьб. Мы много чего хотим. Но Бог знает, послужит ли оно нам, к нашему благословению. Или оно принесет нам какой-то ущерб, или принесет нам проклятие, или же мы просто, может быть, отступим от Господа, от того, что нам придет жизнь. Потому что мы люди, мы настолько, знаете, и слабые внутри, мы настолько изменчивые. Мы сегодня думаем, мы сегодня стоим твердо и думаем, завтра мы не поколебимся. Но только с Богом мы можем поколебаться. И только с любованием Господь мы не поколебимся. Поэтому мне сегодня, прочитав об этом изеке, так хочется, чтобы когда мы всегда молимся и говорим Господу свои просьбы, в конце всегда говорили, Боже, да будет воля Твоя. Знаете, Иисусу так не хотелось идти на Голгофу. Он знал, Он все знал, как будет. Он знал, как это тяжело. Но в конце Он все равно сказал, Отец, впрочем, не моя милая, но Твоя, да будет. Давайте мы сейчас встанем. Просто попросим Господа, чтобы Он нам дал всем мудрости, чтобы мы всегда могли говорить, Господь, как бы тяжело не было, или, может, сильно сегодня легко, чтобы ты всегда говоришь, что в дальнейшей жизни пусть во всем будет воля Твоя, Господь. Пусть во всем моей жизни, Господь, будет воля Твоя. Потому что Ты, Бог, великий, и Ты знаешь мою жизнь. Ты знаешь, когда я ложусь в стадьбу, когда я живу на этой земле, Бог, Ты знаешь, что лучше для меня, Господь. Ты знаешь, когда лучше спасти наших родных. Ты, Бог, знаешь. Мы молим Тебя о них. Попросим, пусть великая милость Твоя приходит в наши дома. Пусть великая Господь милость Твоя приходит к нашим родным, к нашим детям. Бог, мы все доверяем Твоей святой руки. Господь, руководи нашей жизнью. Пусть в нашей жизни исполняется Твоя воля. Мы хотим в этой жизни, Господь, исполнить то, для чего Ты нас поселил на эту землю. Господь, мы хотим быть исполнительными словами Твоего. Ты великий Бог наш в нашей жизни. Благослови нас. Благослови нашу церковь, Господь. Я благословляю наших служителей. Я благословляю наших мастерей. Я прошу, чтобы Ты дал им мудрости, Господь, как управлять цель, как вести народ за Тобой. Великий Бог благослови, да и мудрость. Пусть Твоё помазание, Боже, будет на каждом служителе. Господь, я прошу Тебя. Пусть на наших левитах будет Твоё помазание. Великий Бог благослови наших левитов. Благослови каждого человека в нашей церкви, который служит Тебе. Господь, я знаю, что тот, кто не делает своими руками, Он молитвами служит Тебе. Мы все служители перед Тобою, Бог мой. Мы просим Тебя, благослови нас. Боже, пусть в нашей жизни исполняется Твоя воля. Господь, благослови народ Твой, благослови церковь Твою. И пусть в нашей церкви вся хвала, и вся слава, Господь, она будет для Тебя. Чтобы мы не похвалялись за храмом Своим, который Ты нам дал. Потому что это Ты дал, Господь. И вся слава только для Тебя. Да чтобы мы похвалялись Тобою и говорили, что только Ты великий в нашей жизни. Что Ты благословение народа этого. Ты благословение церкви. Это Ты, Господь, убывание наше. Ты крепость наша. Ты щит наш. Ты Бог наш. Мы благословляем народ Божий. Мы благословляем Господь. Пусть Твой страх Божий будет в народе. Чтобы каждый мертв Твой страх, чтобы не грешить перед Тобою. Но ходить свято перед Тобою. Всполнять волю Твою, Господь. Благослови нас всех перед Тобою. Мы так нуждаемся в Тебе, в великом Боге нашем. Храни нас, Господь, от всякого зла, от всякого греха Божия. В Своем мир. Он всегда будет в наших сердцах. Пусть Твоя праведность, она наполняет нас. Мы жаждем Тебя, Господь, мы жаждем Тебя в своей жизни, Бога. Мы жаждем Тебя, великий, святой, превознесенный Бог. Пусть вся слава в этой церкви нам будет для Тебя. Пусть никто не ничем не хвалится. Но только Тобою. Но только Тобою, Господь. Потому что Ты, Бог, даешь жизнь. И Ты забираешь меня. Ты, Бог, даешь здоровье. Ты, Бог. И чтобы мы не хвалились ничем. Потому что это Ты, Бог. Если Ты благословляешь нас в Явленное, то это Ты, Господь. Если Ты даешь работу, то это Ты, Господь. Если наши дети не служат Тебе, то это вся слава для Тебя, Господь. Мы поклоняемся Тебе. Мы воздаем всю славу Тебе, Господь. Мы благословляем Твою Святое Имя. И мы в этот вечер, Господь, благословляем наш город. Мы просим Тебя, великий Бог, благослови наш город. Благослови наших правителей. Благослови дать им мудрости. Мы просим Тебя, чтобы наш город он расцвел. Чтобы в нашем городе был порядок. Господь, Ты великий. И мы сейчас говорим, Ты можешь это сделать. Господь, Ты можешь навести порядок в этом городе. Благослови наших правителей. Пусть они будут мудры. Благослови. Благослови людей, которые живут в этом городе. Я благословляю их во имя Иисуса Христа. И прошу Тебя, великий Бог, Ты Тот, который спасаешь людей. Слово Твое говоришь, что во время времена апостола, Ты прилагай спасаемых в церкви. Мы просим Тебя, Господь, прилагай спасаемых в церкви. Я знаю, что это Твоя работа, Бог Святой. Это Ты можешь работать над сердцами людей. Работай, Бог Святой. Производи их свои перемены. Пусть Твоя жажда по Тебетам появится в сердцах людей. Пусть, может быть, кого-то обстоятельства они приведут к Тебе. Господь, мы просим Тебя, пошли покаяния в этом городе. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Иисус, Ты однажды умер за всех нас. Ты пролил кровь с Римом. Ты не пролил кровь Свою только за сто человек или двести в этом городе. Я верю, Иисус, что Ты пролил кровь Свою за весь этот город. Мы провозглашаем, что наш город, он будет служить Тебе, Господь. Ты будешь работать в их сердцах, уже я не буду служить Тебе. Я знаю, что придет этот момент. Мы сейчас провозглашаем этот духовный мир. Но придет время. Придет время. Когда многие, многие, многие в этом городе, они обратятся к Тебе. Мы верим в Тебя, Господь. Мы верим в Твое Слово Твое Святое. Мы уповаем на Тебя, и мы благословляем Твое Святое Имя. И мы провозглашаем, что Ты, Господин этого города. Мы провозглашаем, что наш город, он будет спасен во имя Иисуса Христа. Господь, помоги нам всегда уповать на Тебя и говорить, что во всем так будет воля Твоя. Отец, там будет во всем наше жизнь воля Твоя. Господь, я знаю, что Ты сришь за нашими обстоятельствами жизни. Ты наблюдаешь. Ты наблюдаешь за нашим сердцем. Ты наблюдаешь, кому мы воздаем славу. Ты наблюдаешь, чем мы гордимся в этой жизни. Ты наблюдаешь, Господь. Но мы хотим похваляться только Твою, поставать всю славу только Тебе, Господи. Потому что она принадлежит до Роди. Ты достойный. Ты достойный Святой. Ты достойный Святой. Романы кричи, люби декута. Робаны крича, романы декута. Ты достойный. Романы кричи, романы декута. Давайте мы сейчас все на языках популяемся. Продолжение следует... Аллилуйя! Аллилуйя Господь! Продолжение следует... Продолжение следует... Иисус, как ты дорог для меня. Иисус, мне брешь ты во мне, о Иисус, поднимешь я с ним, как ты дорог, дорог для меня. Иисус, как ты дорог для меня. Иисус, мне брешь ты во мне, о Иисус, поднимешь я с ним, как ты дорог, дорог для меня. Иисус, тебя люблю я восполять. Иисус, ты без начала и с конца, о Иисус, ты умер и забрал мой грех, как ты дорог, дорог для меня. Иисус, ты обещал прийти сюда. Иисус, мы ждем тебя, открыть сердца, о Иисус, услышь ты наши голоса, как ты дорог, дорог для меня. Иисус, как ты дорог для меня. Иисус, мне брешь ты во мне, о Иисус, поднимешь я с ним, как ты дорог, дорог для меня. Иисус, тебя люблю я, о Иисус, тебя люблю я, о Иисус, тебя люблю я, о Иисус, ты умер и забрал мой грех, как ты дорог, дорог для меня. Иисус, ты 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 дорог для меня. Сущий имя Тебе, Боже, мы поклоняемся Тебе, Мы славим Тебе и благодарим Тебя, И в эти молитвенные вечера мы склоняемся пред Тобою И говорим, как Ты дорог для меня, О, как Ты дорог для меня, Нет ничего дороже на этой земле, Все пройдет, все пройдет, И даже эта земля сгорит, и все дела на ней. А Ты дорог для меня, Ведь мы имеем великие обетования, Мы имеем великие обетования, Новая земля, новое небо, И правда Божья! Аллилуйя! Господи, как много печали на этой земле, Как много скорбей и испытаний! Господи, но придет время, И Ты отдрешь всякую слезу. Господи, Ты даешь радость, Неземную радость, духовную радость, Эту радость мы переживаем, Когда Дух Святой изливается в наши сердца. Радость, радость неба, Когда мы живем обетование Слова Твоего, Ибо Ты сказал, не заботись о завтрашнем дне. Господи, иногда есть страхи у нас, Заглядя в будущее, о завтрашнем дне. Но Слово обетование говорит, Чтобы мы уповали на Бога, Уповали на Бога, Стояли твердо на обетованиях Его, На Слове Его, Уповали на Бога, И Бог не подведет, Слово Его не подведет, Все пройдет, Но Слово Божье будет твердо И непоколебимо, Ибо мы знаем, Упование наше на Господа, Он защита моя, О Бог наш, Роль спасения моего, Уповаю на Него, И непоколеблюсь, Аллилуйя, И я проразглашаю, Проразглашаю, Что Боге защита моя, Боге победа моя, Боге радость моя, И песня моя, Боге моем, Аллилуйя, Я славлю Тебя, И благодарю Тебя за церковь, И благословляю церковь, Я молюсь, Господи, Благослови церковь, Благослови Твой народ, Благослови голубицу свою, Благослови каждое служение, И каждого служителя благослови, Пусть помазание Святого Духа Будет на дороге Твоем, На служителях Твоих, Помазание от Бога, Я молюсь, Господь, Чтобы каждое служение благоухало, Чтобы каждое служение возрастало, Потому что там Господь, И Дух Святой, А где Дух Господь, Там свобода, Где Дух Святой, Там сила, Там огонь, Там огонь, Там победа, Там рост, Где Дух Святой, И мы просим Божие, Пусть сила Святого Духа Пребывать в церкви, В каждом служении, На каждом служителе, Чтобы каждый из нас горел, Чтобы мы горели огнем Святого Духа, Чтобы страсть по Богу Никогда не пропала в нас, Но чтобы мы возгорались больше и больше, Посвящая самим себя на мирослужение, И говорили, Вот он я, Вот он я, Раб Господь, Слуга Твой, Я Твой, Я Твой, Боже, Я Твой, Вот он я, И наше сердце готово, Мое сердце готово, Ты видишь, Господи, Ты видишь нас в нашей жизни, И мы так благодарны Тебе, Что Ты помазал нас Духом Святым, Служить в дарах Святого Духа, Служить в огне, В помазании, В силе, В мудрости, Идти и творить Божью работу, Благослови церковь, Благослови каждую церковь в этом городе, Да будет Божий народ един, Да не будет разделений, Разногласий, Соперчества, Господи, Амир, Дух единства, Общение в Духе Святом, Помазание любви, Благословение Господне, Ведь Ты посадил нас в этом городе, Ты насадил церковь, И церковь растет, И мы, дети Твои, Молимся за эту нацию, За Украину, Мы молимся, Господь, За этот народ, Мы молимся за начальство и власти, Мы молимся и говорим, Да будет воля Твоя на этой земле, Как у Тебя, Отче, На небесах, Да будет воля Твоя Исполняться через церковь, А церковь молится, 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 Мы имеем эту силу, И этот Божий огонь, Когда мы молимся и верим в исполнение Великих обетований Господне, Да, Господь, Боже, мы благодарны Тебе за этот вечер, Вечер молитвы, Когда мы можем предстоять перед Тобою, Открывая желания и нужные, И Ты отвечаешь нам, Спасибо Тебе, Папочка Небесный, Спасибо Тебе, Отец, Мы славим Тебя и благодарим Тебя, И величаем Тебя, Бога нашего, Во имя Иисуса Христа, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Мы будем молиться, Это заключительная молитва о наших нуждах, Если есть какие нужды, которые мы должны принести Господу, Вы можете сказать громко вслух, И мы будем молиться. Да, сестра Калина. Мы будем молиться. Мы будем молиться. Хорошо, мы будем молиться. Будем молиться. Свидетель судьи. Я хочу сказать, Я сегодня, мы кормили две дома. И я, когда я шла сюда, не знала, Вышла дома нормально. Потом все, в номер ватны, Не могу идти белая, как стетка. Я еле пришла. Я, наверное, минут сорок шла. Обычно я закончу, А я у меня хожу. Пришла сюда. Села там, в кухне даже. Я говорю, Ватна, молись. Мне так плохо, я не знаю чего. Она начала молиться. Помолилась и все время идет. Зла, 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 что-то такое. Помолилась и посидела немножко. И слава Тебе, Господи, за все. Слава Богу. Можно вопрос. Сколько Вы людей сегодня накормили? Мы сегодня семь человек. А как часто Вы их кормите? Три раза в неделю? Да, в понедельник, среда и пятница. Мы проповедуем Евангелие. Знаете, давайте мы еще помолимся сейчас за этих людей, которых они кормят и проповедуют Евангелие. Чтобы Бог чудо свое совершал. Вы знаете, Слово Божие говорит. Помните, что Иисус Христа обратился к богатым, и те сказали некогда. И что сказал господин Пиро? Пойдите везде по улицам, площадям, и что сделаете? Пригласите. И они пригласили. И что еще сказали слуги, которые пошли пригласили? Господин, есть еще место. Что он сказал? Последнее. Идите по всем переулкам. Хромых, больных, бомжей, нищих, зовите. Есть еще место. Послушайте. Действительно, первое, это было слово к евреям. Евреи отвергли Иисуса. Потом пришло слово всей нации. И последнее. Когда смотришь, как нации, знаете, поднимаются, зажираются. И знаете, кто в последнее время идет к Богу? Нуждающиеся люди. И мы призваны даже и этих приводить, спасать, и молиться о них. Пусть Бог благословит ваше служение. Да, сестра Шура. Мы будем молиться, чтобы Бог помог и встроил. У меня есть свидетельство. А хорошо, брат Антон? Пастор Дмитрий попросил помолиться за его дорогу. Он сейчас в поезде едет, да? Да, да. И также у нас семейная нужда ваша. Мы помолимся за вашу семейную нужду. Хорошо. Брат Дима? Я прошу помолиться в церковь. Крестница у меня. У нее постоянно бывают какие-то крестницы, что она отдыхается. Это кто? Крестница. Ну, мужик, бабушка, девочка. Я вот этих вещей мирских немножко не понимаю. Крестница? Я первый раз этот термин даже слышу в жизни моей. Почему? Ну, крестница? Ну, ладно. Там где-то... Понятно. Как-нибудь объясняю. Хорошо. Да, Женя. Благодарствую. Хорошо. Будем молиться. У меня, ну, так, свидетельство. Было с кровью не в порядке. Анализы сдал. Аллилуйя! А, было таблетки пить? Слава Богу! Бог благ! Бог благ! Чудеса Божьи не перестали быть чудесами. Бог вчера, сегодня и вовеке тот же. Но я еще верю, в последнее время, обильно Бог будет изливать благодать Своему. Ну, у меня свидетельство, я как-то, уже благодарствую хочу. Ну, хорошо. Ну, вообще, у меня дома холодильник, уже падала дверка. И он, как-то бывает, упадет, а до свечки летит. И Бог меня благословил, принесли мне бесплатно, господи, дорогу, кстати. Бесплатно. Привезли новый холодильник, с магазином, прямо за печаток. Привезли, Бог благословил. И я говорю, принесите. Я теперь, вот, я вам сказал, стою, принесите все свои десятины, пожертвования, поэтому будьте верны в десятине. Вот это, я думаю, что это в десятине. Да. Это правда. Это правда. Верны с десятины и господи. Это благословит. Но Библия не просто так. Нельзя шкучить эти местописания, что касается десятины. Бог сказал, я вам благословлю вас. Аминь. Есть еще? Да. Может, это, конечно, мелочь, но для меня не мелочь. У меня вот как-то на пальце образовалась, типа, как бородавка. Я думаю, откуда она взялась? Ну, кто бы помолилась теперь из-за сухни? Нету вообще, ничего не осталось святое. Серьезно. Аллилуйя. Послушайте, да, сестра, мы будем молиться. Но, пожалуйста, о ком мы будем молиться? Обязательно им позвоните и скажите, церковь молилась о вас. Это не просто так случай. Это молитва Божьего народа. Это прикосновение Божьей благодати и Духа Святого. Люди должны слышать. И чтобы они не думали, а, случай какой-то такой. Я всегда об этом вас прошу. Братья и сестры, мы как молитвенные партнеры церкви в Адлере, там, где брат Сережа с Анечкой трудятся, мы будем молиться сейчас. Сегодня я получил смс-ку. Знаете, такую тревожительную смс-ку. Прежде всего, я объясню, что происходит. Когда-то мне Виталий Вознюк дал такое свидетельство. Вы помните, ихняя церковь находилась на лесном массиве. И Бог проговорил в сердце Виталия Вознюку, чтобы они молились за вот этот лесной массив, это метро лесовая. Они молились. И когда они купили здание, переехали до Выдубичи, Бог положил ему в сердце. Значит, что делать? Молиться за Киев. И когда он начал молиться за Киев, атаки такие пошли. Трудности. Ударом по семье, по всему. Послушайте, в этот понедельник что будет? Будет выступление, это история вообще, творится на этой Украине. Будет выступать Бонием. И не просто выступать Бонием. Мы об этом сейчас будем молиться, за их евангелизацию выступления. Они будут проповедовать Евангелие. Тысячам людей. Такое в первый раз на Украине, чтобы Бонием проповедовала Евангелие. Евангелие проповедь будет. Лиз Мишелл будет проповедовать. И вы знаете, я по благодати еду туда, чтобы быть свидетелем, постараюсь некоторые фрагменты заснять, показать, как происходит. И мы будем молиться, чтобы эта евангелизация, она была не последней, чтобы Бог начинал творить дело свое. Но с этим, когда Сережа и Аня вышли на уровень Украины, нации, такие атаки посыпались. И они просто умоляют. И завтра будет пост. Присоединяйтесь в этом посте и молитве. Присоединяйтесь вместе со мной. Пожалуйста, будем поститься и молиться. Тем более, как Сережа. Наш, знаете, такой партнер, который поблагословляет церковь, чтобы мы облагоустраивались. И знаете, и нам хорошо. И мы будем молиться за его бизнес. Там несколько, знаете, предложений. Молиться за бизнес, за его команду, которая работает с ним, за церковную команду. Будем молиться за проекты небеса и энерго, которые Бог им на сердце дал. Чтобы Господь во всем этом благоволил. То есть, будем промоливать. Потому что, знаете, что дьявол не хочет видеть благословение. И за территорию эта сильная война. И знаете, эта семья, эта молоденькая церковь, они вышли на тот уровень, они вышли на серьезную войну. И знаете, если бы не молитвы народов, пастырей, которым они служили, я хочу сказать, просто бы дьяволюка может быть в порошок истер. Но молитва Божьего народа, это Божий огонь. И знаете, пусть Божий огонь, как защита, она просто будет на том месте. Знаете, эти люди выходят уже, потому что была в Москве евангелизация. Именно евангелизация. Потому что, ну, кто газету, может быть, получал или свидетельство о том, что было в Москве, допустим, как это происходило, свидетельство Гаррика о том, что то, я вам хочу сказать, было пробовать Евангелие. Пробовать Евангелие, где она является, если я не ошибаюсь, пастором, если Людмила, пастором, конечно, в Англии, да? Касова Англия, она является пастором. Она, лидер группы Баньем, является служителем Божьим небольшой церкви в Англии. Кажется так, я вычитал это в газете. Послушайте, и сегодня Бог благословляет их. Когда-то они прославленные были и делали имя себе, и Бог пришел в их жизнь. И они сегодня, да, они делают концерт, старые песни, но и новые поют, которые Бог им дал, и они проповедуют Евангелие. Знаете, это вообще на Украине, да, происходит такое интересное. И знаете, за всеми этими серьезными проектами, евангелизациями, стоит очень сильная война. И мы пообещали им, что будем молиться. И не только, знаете, по пятницам. Я каждый день о них молюсь. И прошу, присоединяйтесь в молитве. Прошу вас. Как они наши родные. Почувствуйте, что они наши родные. Если вы знали, сколько они много служат для людей. Для разных областей Украины. Просто для пастырей они служат. Потому что однажды, знаете, вот встречаясь с Сергеем, но это так негласно, мы начали разговаривать, и он, знаете, что сказал? Он сказал, что пастыра – это очень бедные люди. И мало их кто ценит. Он говорит, я хочу их просто почтить. Пригласить в гости. Отдых устроить. И он, знаете, уже, наверное, в том году он больше сотни семей послушает им. В этом году он хочет не одной тысячи послужить. И, пусть мог благословить. И, знаете, на его бизнес, на многие вещи, просто дьявол строит свои атаки, серьезные атаки. И не многие из нас, может быть, это и выдержали. Поэтому я прошу. Но я не могу вам много рассказывать, понимаете. По телефону мы общаемся. И я вас просто прошу. Молитесь. 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 И сегодня получил смс. Сергей пишет на смс. Чувствуются ваши молитвы. Молитесь. Пожалуйста, молитесь. Мы будем молиться. И о наших нуждах. И об этом молоденькой церкви, о ихнем слушении. Чтобы Бог благословил, всех управил. И не только здесь, и везде. На ячейках молитесь. Потому что мы пообещали, что будем молиться. И они пообещали. Ну и мы вас не забудем. И они нас не забывают. Слава Богу. Андрей. У моей Марины никак не восстановлен будет. Диана с ней послать. У него очень большие приступы по ночам особо. А Марина это кто? Дочь. Будет молиться. Будет молиться. Хорошо. Становимся на обетование Божьего слова. Как написано? Если вас двое или трое согласятся о чем-либо, просить у Господа, что сказал Иисус? Будет вам. Аминь. 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 Бог по небесному. Мы приходим в молитву. Предлицо Твое. Ибо знаем Ты, Господь, благословляющий нас. Ты Бог, слышащий и отвечающий. Вы стоили на обетованиях слово Твоего. И знаем, что живем на этой земле. Будучи детьми Твоими, мы вгазались в войну. Господь, ибо знаем, что Тот, Кто у нас больше и сильнее того, кто в этом мире. Ты дал нам власть наступать на всякую рожью силу, на всякие обстоятельства, на всякие болезни, на всякие проблемы, на нищету. Господи, Ты дал нам власть. И эту власть мы имеем как дети Бога Всевышнего. И мы молимся Божие, яви свою силу, яви свое могущество и вступись, и защити Твой народ. И всякую ту нужду, которую сейчас мы принесли к Тебе, мы проносим к ногам Твоей на Иисус. Ты хадатай. Иисус, Ты хадатай. И Ты сказал, никогда я Вас не оставлю. Ты с нами. Ты Бог наш. Ты Иисус. Мы молимся. Мы молимся от зуба имя Господа Иисуса Христа. Пусть придет благословение, Божья защита на церковь Адере. Для их команды, для семьи Сергея, для придет благословение в его бизнес, для придет благословение в их и в ее церковь, да будет Божья рука защита. Господь, покой милостью, ибо кровь Твоя, Иисус, щитая града. Кровь Иисуса, щитая града. Кровь Иисуса, щитая града. А также, Господь, мы молимся о тех нуждах, которые сегодня мы слышали и мы высказали. А Господи, не познаем, в ранах Твоих исцеления, в кранах Иисуса, Он был распят на Голгофе, Он прилил святую кровь, И Иисус был прилив ко Христу. И эти раны сегодня свидетельствуют о нашем исцелении. И кровь, пролитая за нас, говорит, имеет голос лучше, чем кровь Абелева. Ибо кровь имеет голос, кровь Иисуса у нас. Ведь Чавел не может ничего. Поэтому он, правозглашаем по имя Иисуса, исцеление и всякая пробева, да будет разрешена имя Иисуса, да придет победа Бога нашего. Он, Господь, ибо она сила и власть. И он дал церкви, ибо сказал, все, что вы свяжете на этой земле, будет связано на небесах. И все, что разрешите на этой земле, будет разрешено на небесах. Господь, мы ставим на обетование Слова Твоего. И верим в силу Святого Духа, который по молитве народа производит действие, хотение и совершает все Дух Святой, когда церковь молится. И мы благодарны Тебе, Отец, за этот вечер. Мы благодарны Тебе за Твое Слово, утешение. Мы благодарны за молитву Победы и знаем, Ты слышишь нас и отвечаешь нам, как любимый Папочка детям своим. Да, Небесный Отец, мы за все благодарим Тебе, приносим Тебе всю славу, Тебе честь и вся хвала во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила, и слава во веке. Аминь. Аминь. Бог знает сердце наше. И знаете, когда мы молимся, то у нас всегда должна быть живая вера. Будет вам. Будет нам, братья и сестры. Победа от Господа. Благословляйте друг друга, приветствуйте друг друга с миром Божьим. Хранит вас Господь. Тау.